Эпатажное название «Бубновый валет» на языке картежников означает «обманщик», «плут», на языке гадалок «молодость» и «горячую кровь», а в теории искусства это объединение художников начала 20 века. Валерий Дудаков, известный коллекционер, обладает богатейшим собранием работ представителей направления. Часть коллекции приехала в художественный музей имени Пожалостина в Рязани. Здесь есть как бы две струи такие, потому что мы назвали «Бубновый валет» звезды и спутники. Это либо общеизвестные имена, которые являлись и основателями этого объединения. Оно, кстати, возникло в 2010 году, а в 2011 появилась выставка. А есть совершенно забытые по многим причинам, ну, допустим, Клюшников. Я не видел ни одной его работы в масле, ни в одном собрании. И, честно говоря, ни в одном музее не видел. Или, допустим, Сюрваж. Это очень известный на Западе художник. Был другом Пикассо Матисса, и там его хорошо знают, а в России его почти никто не знает. На этой выставке представлен целый ряд художников, которые изменили стилистику бубнового валета. Такое сопоставление классиков, авангардной живописи и малоизвестных имен тоже имеет определенную ценность. Ларионов вообще мой любимый художник из этого направления, этого периода. Ну, во-первых, он был лидер всего авангардистского движения в 10-е годы. И тогда еще никто толком не слышал имена Малеевича, Татлина, Шагала, Кандинского. Это были второстепенные фигуры до 15-го года. Представители объединения стремились освободить живопись от литературности, вернуть только ей присущие средства – цвет, линию, пластику, красочную лепку форм. Бубновый валет оставил глубокий след в истории мировой культуры. Произведения, входивших в него авторов, ныне признаны классикой. На выставке в музее представлено более 30 экспонатов живописи и графики 24 авторов. Выставка работает до 20 мая.